Договорное право лекция номер 4. Прекращение, расторжение и изменение договора. В ходе лекции мы рассмотрим два основных вопроса. Первый. Основания и способы изменения и расторжения договора. Второй. Правовые последствия изменения или расторжения договора. Опираться мы будем на два нормативно-правовых акта. Это постановление Пленума ВАЗ Российской Федерации от 6 июня 2014 года номер 35 о последствиях расторжения договора. И Гражданский кодекс Российской Федерации. Основная статья номер 450. Первый вопрос. Основания изменения и расторжения договора. Итак, основаниями и способами изменения и расторжения договора служат следующее. Соглашение сторон, существенное нарушение договора, иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором, в том числе отказ от договора, исполнение договора или от осуществления прав по договору. Статья 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также в связи с существенными изменениями обстоятельств. Расторгнуть или изменить можно только такой договор, который признается действительным и заключенным. Изменение, расторжение договора. Итак, изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Основным способом изменения или расторжения договора является его изменение или расторжение по соглашению сторон. Статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. При изменении и расторжении договора по соглашению сторон должен применяться порядок заключения соответствующего договора, а также соблюдаться требования, предъявляемые к форме такого договора, поскольку форма соглашения должна быть идентичной той, в которой заключался договор. Статья 452 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязательным условием изменения или расторжения договора в судебном порядке по требованию одной из сторон является соблюдение специальной досудебной процедуры урегулирования спора непосредственно между сторонами договора. Однако законом или договором эта возможность может быть ограничена. К примеру, если речь идет о договоре в пользу третьего лица, то действует специальное правило, что с момента выражения третьим лицом должнику намерение воспользоваться своим правом по договору, стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Статья 430, пункт 2. Следующим основанием является изменение или расторжение договора в связи с существенным нарушением договора и иными обстоятельствами. В данном случае договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий договора в случаях прямо предусмотренных законом или договором, также при одностороннем отказе от договора или от исполнения договора. Существенное нарушение условий договора – это нарушение, которое влечет для контрагента такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. Гласит пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. Существенный характер нарушения договора состоит не в размере ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, а в его соотношении с тем, чего могла ожидать соответствующая сторона договора от исполнения обязательства контрагентам. Поэтому возможно удовлетворение судом требований о расторжении или изменении договора и в том случае, когда вызванный нарушением договора ущерб незначителен по размеру. Решение суда зависит от того, является ли действительно существенной разницей между тем, на что сторона, заключая договор, вправе была рассчитывать и тем, что ей фактически удалось получить. Еще одно основание изменения или расторжения договора судом в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. В данном случае договор может быть изменен или расторгнут в судебном порядке в случаях, которые предусмотрены или законом или договором и оговариваются в пункте 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. Например, неисполнение продавцом обязанности по передаче покупателю товара свободным от любых прав третьих лиц дает покупателю право требовать уменьшения цены товара, то есть изменение условия договора о цене, либо вообще расторжение договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. Говорится в пункте 1 статьи 460 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также основанием для такого изменения или расторжения договора могут служить обстоятельства, не связанные с нарушением договора одной из сторон при условии, что они прямо предусмотрены законом или договором. Давайте рассмотрим такой пример. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовал изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Он это сделал совершенно законно. Если страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе потребовать расторжения договора в судебном порядке. Статья 959 пункт 2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Еще один способ расторжения или изменения договора – это отказ от договора или исполнения договора или от осуществления прав по договору. Указанный способ заключается в том, что одна из сторон реализует свое право на односторонний отказ от договора или исполнение договора, которое содержится в статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от договора или исполнение договора полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Важно, что по общему правилу односторонний отказ от исполнения договора и односторонние изменения его условий не допускаются. Исключения составляют лишь случаи, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договорами. Однако, если речь идет о договоре, связанном с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, такие случаи могут быть также предусмотрены соглашением сторон. Гласит пункт 2 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сторона, которой Гражданским кодексом Российской Федерации другими законами или договором предоставлено право на отказ от договора или исполнение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами или договором. Для реализации права одностороннего отказа от исполнения договора или отказа от договора, либо изменения его условий, не требуется обращаться в суд с иском о расторжении или изменении договора. Например, после истечения срока договора аренды недвижимого имущества он считается возобновленным на неопределенный срок и каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за три месяца, гласит статья 621 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается расторгнутым или измененным с того момента, когда сторона, наделенная правом на односторонний отказ от договора либо изменения его условий, доведет свое решение в надлежащей форме до контрагента по договору. Рассмотрим порядок и последствия изменения и расторжения договора. при изменении и расторжении договора по соглашению сторон При изменении и расторжении договора по соглашению сторон должен применяться порядок заключения соответствующего договора, а также соблюдаться требования, предъявляемые к форме такого договора, поскольку форма соглашения должна быть идентичной той, в которой заключался договор Статья 452 Гражданского кодекса Хотя иное может вытекать и из обычаев делового оборота Например, договором, содержащим условия о предварительной оплате товаров, может быть предусмотрено, что оплата их в меньшей сумме, чем предусмотрена договором, означает отказ от части товаров, то есть изменение условия договора о количестве подлежащих передаче товаров. В этом случае, несмотря на то, что договор заключался в простой письменной форме, основанием его изменения будет считаться не письменное соглашение сторон, как того требует общее правило, а конклюдентные действия покупателя. То есть этот товар просто будет отгружен в меньшем количестве. Обязательным условием изменения или расторжения договора в судебном порядке по требованию одной из сторон является соблюдение специальной досудебной процедуры урегулирования спора непосредственно между сторонами договора. Существо процедуры досудебного урегулирования состоит в том, что заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне свое предложение изменить или расторгнуть договор. Иск в суд может быть предъявлен только при соблюдении одного из двух условий. Первое. Либо получение отказа другой стороны на предложение об изменении или расторжении договора, либо неполучение ответа на соответствующее предложение в 30-ти дневный срок, если иной срок не предусмотрен законом, договором или не содержался в предложении изменить или расторгнуть договор. Следующий способ – это изменение расторжения договора в следствии одностороннего отказа. При расторжении или изменении договора таким способом необходимо обязательное письменное уведомление контрагента. Последствия изменения или расторжения состоят в том, что изменяются, либо прекращаются обязательства, возникшие из этого договора. Определяется судьба, исполненного по договору до момента его расторжения, изменения. Решается вопрос об ответственности сторон, допустившей существенное нарушение договора, которое и послужило основанием его расторжения или изменения. В случае расторжения договора обязательства, из него возникшие, прекращаются. Если же речь идет об изменении договора, то обстоятельства сторон сохраняются в измененном виде. Гласит пункт 1 и пункт 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации. Что может означать как их изменение, так и частичное прекращение? Рассмотрим пример. Поставщик и покупатель достигают соглашения по вопросу об уменьшении объема поставки. Это означает, что изменение договора привело к частичному прекращению или уменьшению обязательств. Момент, с которого обязательства считаются измененными или прекращенными, зависит от того, как осуществлено изменение или расторжение договора. По соглашению сторон, по решению суда, по требованию одной из сторон или вследствие одностороннего отказа от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором. В первом случае, по соглашению сторон, возникшие из договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или расторжении договора. Момент расторжения или изменения должен определяться по правилам, установленным в отношении момента заключения договора. Статья 433 Гражданского кодекса. Вы помните, мы об этом говорили, что договор вступает в законную силу с момента его подписания. То же самое касается и этого соглашения. Данное положение носит диспозитивный характер. Из соглашения сторон или характера изменения договора может вытекать иное. Например, в самом соглашении сторон о расторжении договора может быть указана дата, с которой обязательства сторон признаются прекращенными. Так стороны могут достичь соглашения об изменении договора поставки в отношении последующих или предыдущих периодов поставки. Очевидно, что в данном случае обязательства не могут считаться измененными с момента заключения подобного соглашения. Следующий способ – это изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Случаются в жизни такие обстоятельства, которые влияют на ведение бизнеса, на действие каких-то договоров. И они определяются в пункте 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. Что же признается такими обстоятельствами? Изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, признаются существенными, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Расторжение или изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств представляет собой случай прекращения либо изменения договорных обязательств. Здесь существенное значение приобретает цель, которой предопределяется изменение либо прекращение договорного обязательства, а именно необходимость восстановления баланса интересов сторон договора, существенным образом нарушенного в силу непредвиденного изменения внешних обстоятельств, независящих от их воли. При этом конкретные явления, события, факты, которые могут признаваться существенными изменениями обстоятельств, применительно к которым условиям в состоянии определить лишь суд при рассмотрении соответствующего требования, однако, согласно статье 451 Гражданского кодекса, для того, чтобы какое-либо изменение обстоятельств было отнесено к категории существенных, требуется наличие одновременно и в совокупности четырех условий. Во-первых, стороны при заключении договора исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет. Например, можно предвидеть инфляцию и не предвидеть дефолт. Изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, которые заинтересованная сторона была не в состоянии преодолеть после их возникновения. Наличие существенно изменившихся обстоятельств нарушило бы соответствующее соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Также из обычаев делового оборота или существа договора, когда не вытекает из них то, что риск наступления данных обстоятельств несет заинтересованная сторона. То есть сторона, обратившаяся в суд с требованием об изменении или расторжении договора. В данных описаниях ситуации, которые сложились, очень напоминают обстоятельства, которые мы называем непреодолимой силой. Однако имеются значительные отличия. Они не влекут за собой невозможность исполнения обязательств, возникших из договора. Напротив, возможность его исполнения во всех случаях должна присутствовать, но такое исполнение значительно нарушило бы баланс интересов. При наличии существенного изменения обстоятельств стороны сначала должны попытаться восстановить баланс своих интересов путем достижения соглашения об изменении условий договора. Лишь при недостижении такого соглашения заинтересованная сторона может обратиться в суд с требованием о расторжении или изменении данного договора. Таким образом, ссылаясь на нормативные акты Российской Федерации, которые вы видите перед собой, можно регулировать изменения и прекращения различного вида договоров. И в качестве вывода по данной теме можно сказать, что правовые последствия изменения и расторжения договора, конечно же, будут различными. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в неизменном виде и продолжают действовать, а при расторжении договора обстоятельства сторон прекращаются. На этом лекция номер 4 подошла к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго.